В то время как документы могут десятилетиями лежать скрытыми от глаз в архивах, в Германии и Австрии осталось множество гораздо более заметных вещей, которые напрямую ассоциируются с Гитлером. В общем, власти разных городов по-своему подходят к решению непростого вопроса. Надо сказать, что в Германии и Австрии очень много поклонников Гитлера. Помимо того, что там большое количество его детей, его внуков, которые знают об этом, неонацистские движения тоже развиты. Они не озвучиваются для нас с вами, то есть они, в общем-то, где-то более-менее скрываются. Однако же они есть, друзья. И поклонение Гитлеру, его домам, где он жил, ну это для неонацистов святое дело. Особенно если вы возьмете тот самый праздник, Октоберфюст, когда собираются неонацисты в Мюнхене и празднуют этот самый Октоберфюст. И я вам хочу сказать, там вообще это происходит определенным образом. Я была на этом празднике, расскажу вам позже как-нибудь, не сейчас. А сейчас я вам хочу сказать об одном городе, австрийский город Браунау на Ине, где 20 апреля 1889 года родился Гитлер. Официально аннулировал присужденное ему когда-то звание почетного гражданина. Этот город, город вообще-то боится славы, якобы связанной с этим именем. Но люди все знают и многие туда приезжают как раз, чтобы побывать на родине Гитлера. И этот день, день рождения Гитлера, особо почитается австрийцами. Например, действует запрет на этот день на бракосочетание, в день рождения нацистского вождя. А дом, где Гитлер появился на свет, в общем-то, в большей степени пустует. Знаете, как музей что ли. Во всяком случае, этот дом никому не отдают. У дома есть наследники свои. Но вот как говорят источники, что дом никогда-то и не принадлежал семье Гитлера. Там некоторое время снимали комнату его родители. А собственники здания менялись вплоть до 1938 года, пока его не выкупил глава партийной канцелярии Мартин Борман, для которого оно имело особую важность в связи с личностью Гитлера. В здании был организован культурный центр с библиотекой. Ну а после войны имущество Бормана якобы было конфисковано. И оно не было конфисковано. Оно было перевезено туда, куда уехал Борман. Но нам говорят, вот оно было конфисковано. И в 1954 году наследница последнего владельца дома в Браунау на Ине до его продажи нацистам смогла выкупить его за небольшую сумму. А о том, что когда-то дом принадлежал Борману, напоминает какие-то инициалы на входной двери, которые до сих пор остались. И знаете, вот это вот то, что наследница якобы выкупила назад это здание, это вранье полное здание было выкуплено Борманом и подарено Гитлеру на его день рождения. Никогда там комнатку никто не снимал. Его родители не снимали там комнату. Его родители, родители Гитлера, были очень зажиточными и богатыми людьми. Они жили в этом доме, а они снимали комнату. И ведь, как нам говорят, комнатку снимали. Богатейшие люди страны снимали комнатку. Нам всегда лидеров наших, якобы народных, пытаются представить такими нищебродами. У них ничего не было. Комнатку снимали бедные родители. Гитлер действительно правил в этом доме очень мало времени, всего три года. В 1892 году его семья переехала в Германию, в баварский город Пассау, где они успели пожить в двух домах. Оба эти дома сохранились и давно не имеют никакого отношения к Гитлеру и нацистскому прошлому. Но это опять-таки для нас с вами эти разговоры. В городском архиве Пассау, кстати, также хранится свидетельство о предоставлении Гитлеру статуса почетного гражданина города. Правда, он не нашел времени забрать его у администрации, а следовательно, по закону, так и не получил этого звания. Это вообще какой-то абсурд. Такие вот вещи обсуждать, они, знаете, рассчитаны, вероятно, на дебильное население. Хотя ведь население не дебильное. Оно или не интересуется, или не знает вопроса. Но если кто-то начнет разбираться в вопросе, ну здесь же все понятно, что весь город принадлежит Гитлеру, весь город, а не только эти дома. И у меня есть ролик о том, что в этом городе Пассау буквально вот на прошлой неделе было убийство из арбалетов. Ордена проснулись. Ордена вышли на тропу войны. Об орденах мы еще с вами поговорим. И почему они вышли. И что это за тропа войны. И почему ордена именно воюют на тропе войны. Итак, город Пассау, где недавно были убиты люди. Причем они были убиты из арбалетов. Это старинное оружие. Это оружие сакральное, которым убивают именно члены ордена. И то не каждому члену ордена положено взять в руки это самое сакральное оружие. Итак, мы вернемся к Пассау, где в детстве жил Гитлер. В 1930-х годах был устроен музей фюрера. Его организовал местный оберштурмфюрер. Ну, дальше уже это неинтересно. Музей, он и есть музей, да. Что он просто был музей, музей Гитлера. А в 1894 году отца Гитлера перевели на работу обратно в Австрию. В Линц. Вскоре туда переехала его жена с детьми. В самом Линце, а также близо лежащих городах и деревнях Ламбахе, Хафельде, Штайере, сохранились дома, где жил Гитлер, школы, куда он ходил, а также монастырь, в декоре которого, по одной из версий, он впервые увидел свастику. Школа, в которой Гитлер учился в Фишхалме, больше не работает. Там висит мемориальная табличка, на которой написано, что в этом здании учился читать и писать будущий лидер нацистов, который принес смерть миллионам людей. Эти все городочки находятся в одном месте. Интересное место, красивейшее место. Место сакральное на самом деле. Я не знаю, действительно ли родился там Гитлер, но жил он там, наверное, не просто так. Это еще одна тема, очень интересная для разговора нашего с вами. И недалеко от Линца, возьму городок Линц, находится городок Леон-Динг, где некоторое время жила семья Гитлера, а также были похоронены его отец и мать. В 2012 году из-за паломничества неонацистов власти Австрии ликвидировали надгробие, получив необходимое разрешение родственницы Гитлера, которая сохранила права на распоряжение этим участком. Останки Алоиза и Клары Гитлер не были эксгумированы и до сих пор покоятся в этом месте. По рассказам местного священника, неонацистских паломников стало действительно меньше. Правда, иногда ему все же приходится убирать свечи, которые кладут на могилу почитателей фюрера. Эти места все поклоняются фюреру. Все эти маленькие городочки, которые я назвала, они полностью чтят память фюрера. Они знают, что он жив, они ему поклоняются и, возможно, даже он посещает время от времени эти самые места. Помимо этого, в Леонгинге все еще стоит дом, где семья жила в течение 7 лет до 1903 года. Сейчас в нем расположена администрация местного кладбища. После смерти родителей Гитлера, считавший себя великим художником, переехал в столицу Австрии, чтобы поступить в Венскую академию изобразительных искусств. Вступительные экзамены он провалил дважды, деньги постепенно закончились, и ему пришлось переезжать с одной квартиры на другую, все больше удаляясь от центра города. Это тоже вранье на самом деле, все не так. Вообще биография Гитлера, она настолько создана заново, что здесь даже не знаешь, чему верить. В 1913 году Гитлер получил наследство отца. Но если отец был маленький человек, да, в комнатушке где-то ютился, а Гитлер получил наследство отца и переехал на эти деньги в Мюнхен. Нет, в 1913 году Гитлер жил в Австрии, в Вене, причем жил он вместе со Сталином, и Сталин жил в это время в Вене, и Гитлер жил в это время в Вене. А дальше Гитлер и Сталин углубились, как раз они углубились в австрийскую провинцию до следующих событий. Они углублялись туда, почему? Потому что они проводили различные обряды, они готовились стать лидерами наций, великими лидерами двух наций. Поэтому, если они переехали туда, то уже поверьте, их просто снабжали деньгами все те ордена, которые сделали на них ставку. А вот в 1929 году, да, Гитлер уже стал популярным политиком, и он переехал в апартаменты на площади Принц-Эгентен-Плац в Мюнхене. На тот момент он снимал там всего несколько комнат. Всего несколько комнат. У вас, друзья, есть возможность, когда в одинокий, снимать вот всего несколько комнат, да? Но к 1938 году не без помощи партии стал собственником всего дома. Но вот эта реальность, это похоже на реальность, да, что ему просто подарили весь дом. И он в этом доме был зарегистрирован вплоть до своей смерти в 1945 году. Что я могу сказать? Конечно, видите, насколько важно знать очень много, насколько важно понимать. А здесь у нас одно вранье, хотя я вам хочу сказать, Бавария, Орлиное гнездо, Гитлеровское, его маленькие домики в маленьких деревнях, все это имеет прямое отношение к нему и сегодня. И насколько я понимаю, он их все время посещал. Он жил там, и особенно-то ни от кого не таясь. А кто может его видеть? Местные жители ему все поклоняются. А что касается надеть маску или сбрить усы, целью моего сейчас выступления было для вас обратить внимание на те маленькие городочки, в которых жил Гитлер, и в которых сегодня происходят самые таинственные вещи. Члены орденов посещают заново эти города и совершают там ритуальные обряды смерти через арбалет. Именно на это мне сейчас хотелось обратить с вами внимание, чтобы вы поняли, что эти городочки для лидера и нации являются до сих пор важными городами. Что там происходит? Почему именно сейчас возобновились убийства в этих городах, то есть жертвоприношения? Ну давайте думайте, друзья. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.